Что именно вы имеете? Вот это, если нет, а радиоактивный. Вот это? Да, вот это. Классно. То есть мы уже закончили разбор материала, а меня спрашивают, что же здесь такое нарисовано. Здесь нарисованы регулярно расположенные пачки актиновых и миозиновых филаментов. Напоминаю, что если подать энергию в зонах контакта, то миозиновое полотно вот так поползет поактивному. Начнем сюда смещаться. Вот здесь и показано. Мы взяли, подали энергию на точке контакта, вот сюда, и миозиновые пачки въехали в актиновую. Они поползли и въехали в них. В результате суммарная длина всей мышечной клетки уменьшилась. А если снять энергию, то она свободно может соскользнуть? Не, 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 не скользнет. В том-то и дело, что ее обязательно надо приложить усилие, чтобы вернуть обратно. Ну, небольшое. Они же пришиты водородными связями. Ведь нога каждый раз, когда шагает, она на новом месте закрепляет все водородные связи. Нет, просто за счет при обратном движении усилий меньше надо. На самом деле, у нас часть энергии работы любой мышцы идет не на полезную работу, а на то, чтобы растягивать мышцу антагонистов. На то, чтобы привести мышцу антагонистов в исходное растянутое состояние. На это нам тратить энергию, она сама по себе не растянется. То есть, конкретно, а такое КПД мышца? Баритка сороковника. Это очень высокий. Чтобы не сократить эту мышцу, мне надо работу против другой почти такую же проделать? Нет, меньше его значения, конечно. А иначе бы это было бессмысленное занятие. Нет, нет, меньше его. Нет, меньше его.